МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей Саров-24. В студии Катерина Апенова. Здравствуйте. Смотрите сегодня выпуски. В Сарову-330, как саровчане отметили День города. В честь 75-летия ядерного центра члены профсоюза в НИЭФ приняли участие в осеннем марафоне. И вновь чемпионы в Сарове завершилось первенство России по баскетболу среди ветеранов. Далее расскажем по всем подробно. Глеб Никитин и замминистра МЧС России обсудили ситуацию с природными пожарами. Выездное совещание прошло в поселке Стеклянном. Глава региона осмотрел территорию населенного пункта, пострадавшую в результате пожара. Подпринимаются все усилия. На самом деле сейчас ситуация контролируемая, управляемая. Договорились про дальнейшие действия, в том числе по отжигу, по продолжению прокладки милиализованных полос. Будем смотреть за ситуацией. Со стороны Нижегородской области приняты все решения по обеспечению группировки, в том числе ГСМ и другими необходимыми ресурсами для того, чтобы она функционировала. Сейчас работает около 1300 человек от всех ведомств. Ну, в первую очередь, конечно, от Министерства по чищенным ситуациям. И, конечно, уже сейчас можно говорить о том, что работали на грани, на самом деле, подвига. И очень много было таких острых ситуаций, когда вот эта самоотдача и самоотверженность, она позволила ситуации не перейти в неуправляемую плоскость. По словам губернатора, угрозы населенным пунктам нет. Больше всего от пожара досталось стеклянному. Там сгорело ориентировочно 28 строений. По всем проведут работу, определяют статус, пострадавшим окажут помощь. По состоянию на 30 августа на территории городского округа Первомайск открытых очагов горения нет. Все очаги локализованы. Идет пролив котлеющих очагов. Пожарно-спасательные подразделения продолжают работать в круглосуточном режиме. Проводят окрауливание границ населенных пунктов, прокладывают минерализованные полосы, валят деревья. По дороге от Стеклянного до КПП-1 и прилегающей территории идет распиловка упавших деревьев и расчистка проездов. С 1 сентября меняются правила обжалования некоторых штрафов. Сделать это станет проще через госуслуги или сайт суда по месту совершения правонарушения. Это касается административных правонарушений, которые зафиксировали камеры фото и видеофиксации. Для обжалования через госуслуги нужен подтвержденный аккаунт. Через сайт суда можно обратиться, если есть такая техническая возможность. Если ее нет, обжаловать штраф придется, как и прежде. Изменится и способ уведомления о штрафах для водителей. Теперь постановления о штрафах, зафиксированных камерами фото и видеонаблюдения, будут приходить на портал госуслуг. От даты их получения начнется отсчет времени, в течение которого можно обжаловать этот штраф. Новый порядок тоже заработает с 1 сентября. Если у водителя есть подтвержденный аккаунт на госуслугах, он написал заявление о получении постановления онлайн, бумажные письма о штрафах ПДД с камер фотофиксации он получать не будет. Уведомление придет на портал. Об этом еще напишут по электронной почте или смс. Когда пользователь зайдет на сайт в течение 7 дней, после этого уведомление будет считаться полученным. Со следующего дня начнется 10 суток для обжалования. Если не зайдет, то отчет начнется после 7 дней с даты размещения на сайте. Для тех, кто не зарегистрирован на госуслугах, ничего не меняется. Единовременная выплата в 10 тысяч рублей пенсионерам, которые получают пенсию на карту, будет перечислена 2 сентября, об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Деньги получат как работающие, так и неработающие пенсионеры. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Похолодание до плюс 10 ожидается в Нижегородской области на этой неделе. По данным сервиса Яндекс.Погода, до такой температуры воздух остынет 5 сентября, а днем в воскресенье. При этом в ночные часы с пятницы по воскресенье столбики термометра будут опускаться до отметки в 6-7 градусов выше нуля. Теплая погода с дневной температуры воздуха выше плюс 20 сохранится до среды 1 сентября, после чего в регионе станет по-осеннему прохладно. Молодежный центр приглашает саровчан в возрасте от 12 лет и старше в объединение «Театралка». Это проект для тех, кто готов учиться работать на сцене и получать удовольствие от общения со зрителями. Работают в студии два актера Саровского драматического театра Евгений Цапаев и Павел Козлов. Обучение бесплатное. Запись по телефону 99-118. Противоэпидемиологические меры усилят в российских школах с 1 сентября. При этом планов о переходе на дистанционное обучение нет, сообщил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов. Министр при этом отметил, что каждый регион принимает собственные решения по формату обучения. Еще раз подчеркиваю, что соответствующие меры защиты будут обеспечены в наших школах, которые нам позволят вести очный учебный год. Понятно, что каждый регион принимает свои решения. Могут быть свои особенности, сообщил Кравцов. За минувшие сутки в России зарегистрировали 18 325 новых случаев заражения коронавирусом. Из них 412 в Нижегородской области. В Сарове за день заболели еще двое. Из тех, кто госпитализирован, двое в тяжелом состоянии. Один в легком. Остальные в средней степени тяжести. Уроки гончарного мастерства, кино под открытым небом, ярмарка мастеров, катание на пони, кулинарные мастер-классы. В парке Минезернова отметили 330-летие Сарова. На праздники побывала наша съемочная группа. За все выступления они не проронили ни единого слова. Клоун-мим театр Мирлиц приезжает в Саров не первый раз. Этот уникальный коллектив совмещает в своих спектаклях цирковую буфонаду, пластический, мимический и драматический театры. А главная изюминка выступления – оригинальный жанр, в котором работают артисты. Часом ранее на танцевальной площадке провели игровую программу «Мой любимый город». А мы похлопаем и поем вместе с нами. Малыши пели, танцевали, а также отвечали на вопросы викторины о достопримечательностях родного города. Также здесь юные саровчане могли своими руками смастерить для себя необычные сувениры. Я делала деревце, еще магнитик и кепку. Мне скрытки на дереве чуть-чуть помогали делать, и это было чуть-чуть сложно. И все остальное было просто. Ребята расписывали глиняные игрушки, делали магнитики с изображениями памятных мест города, мастерили головные уборы и разноцветные бумажные фонарики. Ажиотаж у столов не стихал до самого конца мастер-классов. Для того, чтобы найти увлечение себе по душе, достаточно было просто пройтись по аллеям парка. У нас здесь площадка. Мы играем в народные игры Нижегородской области, ну и русские народные игры, потому что Нижегородская область и русские народные играли в одни и те же игры. Показываем детям, как нужно играть. Ну, допустим, ручеек, золотые ворота, плетение косички только что видели, да. Ну, многие игры, конечно, ребята знают. Народные игры привлекали внимание как детей, так и взрослых. А рядом в беседке сотрудники библиотеки приготовили для горожан викторины, ребусы и загадки о Сарове. Неподалеку от центрального входа в парк можно было посетить урок гончарного мастерства. На праздник также приехал мобильный кванториум. Я был в ярочках. И еще пускал вон тот квадрокоптер. Управлял роботами. А в воздушном городе каждый мог смастерить фигуру из шаров. Праздничные мероприятия в парке имени Зернова продолжались до позднего вечера. Анна Пилипец, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24. На минувшей неделе на дорогах Сарова сотрудники ГИБДД зарегистрировали 7 ДТП. В нескольких авариях есть пострадавшие, в том числе и дети. Подробности далее. В ДТП на перекрестке улицы Александровича и Октябрьского проспекта пострадали дети. Опель Астра не уступил дорогу машине Лада Гранта, которая двигалась по главной. В результате ДТП пострадал несовершеннолетний пассажир автомашины Опели Астра, девочка 2011 года рождения. И также несовершеннолетний пассажир автомашины Лада Гранта, девочка 2015 года рождения. Оба несовершеннолетних после осмотра врачом в приемном отделении были отпущены домой. На улице Курчатова водитель Форда сбил пешехода на нерегулируемом переходе. Женщина получила серьезные травмы и попала в реанимацию. В этот же день несовершеннолетний водитель ВАЗа не справился с управлением и врезался в кирпичную стену гаража на улице Зернова. Пассажир с ушибами, ссадинами и переломом запястья попал в травматологию. Виновник данного ПТП был задержан. На него были составлены административные протоколы за скрытие с места дорожного транспортного происшествия. Весь материал, по которому в настоящее время в том числе и возбуждено административное расследование, по тем протоколам, которые уже были составлены, направлены в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав в администрацию города Саров для принятия решений по существу. Сотрудники ГИБДД выявили 140 нарушений правил дорожного движения. Шести пешеходам и одному велосипедисту выписали штраф, а в минувшие выходные трех водителей задержали в состоянии алкогольного опьянения. Светлана Ярунова, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. На базе отдыха имени Гайдара прошел традиционный 11-й по счету слет осенний марафон. Участие в нем приняли 14 команд из разных подразделений ядерного центра. Сборные НИИС имени Седакова, КБ-50 и Атом охраны. Для спортсменов организаторы подготовили веселые старты, квест и флешмоб в честь 75-летия РФЯЦ ВНЕФ. Осенний марафон – одно из главных событий в сфере молодежной политики ядерного центра, который ежегодно объединяет представителей различных подразделений РФЯЦ ВНЕФ. В этом году праздник силы, ловкости и духа прошел уже в 11-й раз и собрал 140 участников. Конкуренцию в борьбе за главный трофей соревнований сотрудникам ядерного центра составили команды НИИС имени Седакова, КБ-50 и Атом охраны. В начале участникам осеннего марафона предстояло пройти 8 этапов веселых стартов, продемонстрировать свою физическую подготовку, умение бегать на скорость, стрелять из винтовки, плавать, метать дротики. Самый сложный у нас был первый этап. Там нужно было собрать полностью обмундирование человека в каске с автоматом и бросить еще какую-то гранату. Мне очень понравилось пинать мяч. На тренировке у меня ничего не получилось. Но потом я сколько-то баллов набрала для команды. Все мероприятия, которые организовывают профсоюзные организации, они организуются на высоком уровне, а не другие мероприятия. И уезжая с них, ты всегда ощущаешь бешеную мотивацию на дальнейшее движение именно в рабочем процессе. Поэтому, ребята, когда нас пригласили, я с удовольствием позвал, с удовольствием мы организовали сюда поездку. И мы надеемся, что это поможет им в дальнейшем и в их карьерном росте. И, в принципе, просто в личностном и моральном развитии. Вишенкой на торте осеннего марафона стал флешмоб в честь юбилея РФИА Цвнеев. Все участники выстроились в линии, образовав цифру 75 и запустили в небо воздушные шары. Отпускаем! Затем команда отправилась на квест, который включал в себя несколько этапов – веревочный курс и конкурсы, направленные на сплочение команды. Там будут задания, которые связаны с историей Российского федерального ядерного центра. Задача – аналогическое мышление. Ребятам придется проявить не только какие-то, скажем, физические усилия, но и подумать. Анна Лебедева – давний участник осеннего марафона. В этом году она впервые стала капитаном своей команды. Ее задача – быть связующим звеном между всеми участниками, дать направление, настроить на победу. Цель осеннего марафона, по мнению Анны, не только отстоять честь своего подразделения. Это прекрасная возможность поближе узнать людей, с которыми вместе работаешь. Например, вот мы до участия нашей команды друг друга мало кто знал. Благодаря этому мероприятию, благодаря репетициям к капустнику мы все очень сплотились. Теперь прям дружная команда. Вечером огласили итоги осеннего марафона. Безоговорочную победу одержала команда «Авангард». Завершив слет, профсоюз приступил к организации новых мероприятий. 11 и 12 сентября на базе отдыха имени Гайдара пройдет День семьи. А к 28 сентября дню работника атомной энергетики и промышленности молодежная комиссия при правкоме готовит конкурс в НИЭФ «Территория достижений». В выходные завершилось первенство России по баскетболу среди ветеранов «45 плюс», которое проходило в Сарове. «Росатоморфиад» Свиньев стал чемпионом. В финальном матче саровская команда обыграла тульский «Арсенал» 73-60. Подробности смотрите в следующем репортаже. Уверенную победу в финале первенства России по баскетболу среди ветеранов одержала команда «Росатоморфиад» Свиньев. Борьба была сложной для всех команд. Никто не мог предугадать, кто окажется в финале. На площадку выходили сильнейшие спортсмены страны – призеры Олимпийских игр, чемпионатов Европы и мира. Все четыре дня, которые мы играли, было очень нелегко, потому что вы понимаете, что мы не действующие спортсмены, как это было раньше. И было очень тяжело. Каждая игра была как финал сегодня. В финале наши спортсмены встретились с командой «Арсенал» и «Стулы». Борьба началась с первых минут. Каждая команда старалась захватить преимущество. Сначала вперед вырвались игроки «Стулы». Но «Росатомовцы» не растерялись. Взяли тайм-аут, обсудили тактику, постепенно сравняли счет, а после вышли в лидеры. Команда «Росатоморфиад» Свиньев победила со счетом 73-60. Команда «Стулы» очень сыгранная команда. Они навязали нам борьбу в защите. Но потом мы нашли ключи к их защите и смогли перебороть и повезти в счете. По словам организатора первенства Александра Онищенко, турнир прошел в приятной праздничной атмосфере. Довольны были все. И он надеется, что «Саров» еще много раз примет соревнования такого уровня. Зал отличный, хороший паркет, хорошие кольца. Плюс организация «Саров», который все это организовал, все сделано на высшем уровне. То есть игроки довольны, есть комментаторы, есть трансляция. Все как бы это не какой-то дворовый турнир, где собрались, поиграли. Нет, здесь все сделано именно на высшем уровне. После финальной игры наградили победителей и призеров первенства. Также памятные призы получили лучшие игроки турнира и победители конкурса по броскам в кольцо среди участников и болельщиков. После награждения все желающие сфотографировались на память с любимыми игроками. И это все, о чем успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала 16, в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук, Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы в удобное для вас время. В студии работа Екатерина Пенова. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Субтитры подогнал «Симон»!